Всем привет, друзья! Так как большинство из нас сейчас находится на карантине и у нас появилось очень много свободного времени, о котором раньше мы только мечтали, я думаю, что мы просто обязаны провести его с пользой и внедрить в свою жизнь новые полезные привычки. Я уверена, что многие из вас слышали о том, что привычка формируется 21 день. Да, также многие спаривают этот факт, считают, что это очень мало, что для формирования привычки нужно 66 дней. Но лично я уверена, что за 21 день уж спокойно можно привыкнуть что-то делать. Самое главное не пропускать, самое главное постоянство усилий. Если вы каждый день будете повторять, то через 3 недели вы просто будете уже делать это все на автомате. Так что я подготовила для нас специальный список привычек, которые мы можем начать внедрять в свою жизнь уже сегодня и становиться все лучше и лучше с каждым днем. Вообще я считаю, что за время карантина все мы разделимся на 2 типа людей. Первые все это время будут лежать на диване, ничего не делать, смотреть сериалы, новости, какие-то непонятные тупые передачи, пить пиво, вино шампанское и все остальное, есть какую-то вредную еду, устраивать себе вот такой вот праздник жизни. И после этого они просто выкатятся на 5-10 килограмм поправившиеся, несчастные, агрессивные, негативные. В общем, будут ходить только тут. Хуже нам всем делать. Ну а вторая часть населения, которой я надеюсь будет большинство, проведут это время максимально продуктивно и просто выбегут из этого карантина похорошевшими, похудевшими, оздоровившимися, активными и будут продолжать добиваться своих целей еще быстрее, еще лучше, еще эффективнее. Я уверена, что все мы с вами очень хотим принадлежать ко второй группе людей, поэтому давайте скорее же обсудим полезные привычки, которые мы можем внедрить в свою жизнь, чтобы стать только лучше за это время и присоединиться к тем людям, которые выбегут красавчиками. Итак, начать свой список я, конечно же, хочу с пробуждения. То, что у нас сейчас появилось много свободного времени и нам в основном всем никуда не надо спешить, не значит, что нам нужно дрыхнуть до 12 часов и вообще забить на все режимы, графики и на все остальное. Нет, ребят, это не каникулы, это у нас сейчас такие новые реалии, и это не значит, что нужно нарушать режим. Я считаю, что сейчас как раз у нас прекрасное время, чтобы наладить свой режим, нужно стараться пораньше ложиться, до 12 часов, потому что у нас теперь много времени в течение дня, и мы должны стараться сделать все свои дела пораньше, чтобы, опять же, пораньше лечь, спать, извините за тавтологию, потому что раньше, до карантина, мы работали, после этого у нас еще были какие-то дела, встречи, нужно было там заехать в магазин, приехать домой, приготовить ужин и много-много всяких дел, и очень часто мы засиживались и занимались вот этим всем допоздна, поздно ложились спать, потом рано вставали на работу, не высыпались, и, естественно, мы были менее энергичными, и вообще плохой режим сна, это очень, естественно, плохо сказывается на нашем здоровье. А так как сейчас для всех нас здоровье в приоритете, наконец-то оно стало уже на первое место, мы об этом задумались, так что давайте сейчас наладим свой режим, будем стараться ложиться спать до 12 часов, а в идеале вообще в 10 в 11, и вставать до 8. Да, я не говорю, что сейчас обязательно в 7 в 6 вставать, потому что раньше мы вставали пораньше, чтобы успеть делать какие-то дела до работы, сейчас там спешить некуда, поэтому давайте вставать хотя бы в 7 в 8, если вы можете в 5-6, то вообще красавчики, это было бы идеально. Следующее, что мы делаем после пробуждения, это, кстати, привычка, от которой нужно избавиться, мы не берем в руки телефон. Я думаю, многие привыкли, только продрали глаза, сразу тянутся к телефону, проверяют почту, сообщения, мессенджеры, инстаграм, что там в мире случилось, очень важно. Нет, мы ни в коем случае этого не делаем, телефон мы кладем вместе со своим будильником подальше, чтобы, как только зазвонил будильник, мы сразу встали, чтобы у нас не было повода выключить его или идти подальше. Мы откладываем телефон, звонит будильник, мы встаем, мы никуда не залазим, выключаем будильник и идем делать свои утренние ритуалы, чтобы настраиваться на день. А телефон мы берем только после того, как мы уже все это сделаем, чтобы не засорять свой мозг с самого утра всяким, чаще всего, негативом, потому что я уверена, что многим сейчас, как и мне, приходят постоянные смс-ки, по поводу коронавируса, всякая статистика. Нам это после пробуждения точно не нужно, так что это мы вообще стараемся не смотреть, даже после. В общем, проснулись, выключили будильник и пошли заниматься собой. Я предлагаю сейчас нам всем с вами начать делать вакуум. Я уже давно практикую это каждый день, думаю, многие из вас слышали. Если вы не знаете, как это делать, посмотрите, пожалуйста, видео в интернете, очень-очень много информации, роликов о том, как это делать правильно. Это дыхательные упражнения, которые делаются после пробуждения, натощак, не нужно даже водичку перед этим пить, сразу вы встали, вы делаете глубокий вдох, выдох, несколько раз вы выдыхаете весь воздух и втягиваете свой живот, задерживаете дыхание, держите сколько можете. Желательно повторить это хотя бы там три раза, но если вы только начинаете пару раз, сколько можете, там 10-15 секунд, задержите дыхание и потом выдыхаете. Это упражнение очень полезно для укрепления мышц живота, пресса. Если вы будете повторять это упражнение каждое утро 21 день, не будете пропускать, я уверена, что вы уж точно заметите разницу. У вас очень хорошо потянется животик, может даже прессик начнет проглядываться. В общем, это очень классное и полезное упражнение, которое не занимает много времени и усилий, а результат после этого очень-очень классный. Итак, после того, как мы сделали вакуум, сразу обязательно идем и пьем стакан воды. Я уверена, что все об этом слышали, и да, это такая заезженная, в принципе, не новая информация, но это просто необходимо, потому что многие знают, но пропускают. Ребята, вот сейчас обязательно введите привычку один, может быть, даже два стакана воды. Я начинала с одного, и первое время мне тоже было тяжело. Это удивительно, всего нам все водички попить, но как-то это вот непривычно было сначала. Ну а теперь я спокойно пью два и даже три, и сейчас я вот ввела такую вот фишечку, которую тоже вам очень советую. Я пью не обычную чистую воду, а добавляю туда еще кипятка, разбавляю, то есть я выпиваю стакан теплой воды с лимоном. Беру дольку лимона, выжимаю туда и выпиваю. Это очень-очень классно, правда, это, во-первых, очень бодрит, пробуждает сразу ваш организм и запускает метаболизм. Так что обязательно не забывайте пить как минимум один стакан воды с утра после пробуждения и после вакуума, если вы все-таки решитесь его делать. Итак, сделали вакуум, попили водички, и теперь мы обязательно с вами делаем хоть какие-то физические упражнения. Я знаю, что многие раньше отмазывали, что они спешат на работу, не успевают, но теперь, ребят, в основном спешить некуда. Даже те, кто работает из дома, пожалуйста, просыпайтесь пораньше и делайте обязательно зарядку. Я не буду говорить какие-то обязательные упражнения, вы можете делать самые элементарные, не заморачивайтесь, главное делать, ребят, все, что вы умеете. Покачайте пресс, сделайте планку, поджимайтесь, попрыгайте. Есть очень-очень много упражнений в интернете. Также очень классно, что многие блогеры, вот даже в прямом эфире, сейчас в инстаграме, я каждый день тренирую, сделаю зарядку с мамой ситой. Есть блогерша одна, если хотите, даже ссылочку на нее оставлю. Но я уверена, что большинство блогеров, особенно те, которые связаны со спортом, фитнес-тренеры, там, тренеры по танцам, еще кто-то, практически все проводят зарядки онлайн, в прямых эфирах. Каждое утро я встаю, эти эфиры сохраняются, зарядка начинается в 10, я встаю в 8 и делаю вчерашнюю, допустим, зарядку с ними. Так что, ребят, обязательно хотя бы какие-то физические упражнения, минимум 15 минут, а желательно хотя бы полчасика, с утра сделайте, и вы почувствуете, насколько круче вообще вам будет. Ваш организм вам скажет только спасибо, особенно сейчас. Физические упражнения вообще очень-очень полезны для повышения и поддержания иммунитета, и так как мы практически не выходим на улицу, практически не двигаемся, нашему организму это сейчас просто необходимо, так что обязательно встряхните его, особенно с утречка, попрыгайте, посмотрите, вы себя намного лучше станете чувствовать, я вам обещаю. После зарядки и перед завтраком я каждый день уже очень давно, не только на карантине, провожу свои утренние ритуалы. Кто смотрел мои видео «Магия утра», вы понимаете, о чем я говорю, или кто читал эту книгу, кто не смотрел, обязательно посмотрите, пожалуйста, я вот здесь вот где-то сейчас делаю подсказки, и под видео тоже оставлю ссылку на мое видео, где я рассказываю книги «Магия утра» и подробно рассказываю все ритуалы, которые я делаю по утрам, каждый день. Там очень много полезных привычек, которых нужно внедрить, поэтому здесь я скажу вкратце, если хотите подробнее, то переходите по ссылке под видео и смотрите «Магия утра» мою. Кто еще не начал медитировать до карантина, ребята, это сейчас просто обязательно. Бегом включайте видео на ютубе, смотрите, как это правильно делать, читайте, или скачивайте приложение, о котором я также вам уже раньше говорила, постоянно, медитопия, там очень много даже бесплатных медитаций, и это элементарно. Я раньше тоже боялась, но на самом деле это безумно просто, там для новичков. Вы просто нажимаете кнопочку, включается аудио, и вам уже женщина там говорит, что вам нужно делать, сядьте поудобнее, вдохните, выдохните, и так далее. Вы просто повторяете за ней. Эти медитации занимают в среднем, там, 10 минут, от 7 до 12, по-моему, я делала. Это очень просто, но после этого я вам клянусь, вы себя почувствуете настолько спокойнее, умиротвореннее, и вот этот весь вот дурдом, вы об этом, обо всем забудете, в общем, что происходит сейчас в мире. Ну, не то, что забудете, по крайней мере, это вас не будет настолько вот беспокоить, и вы не будете так переживать и мучить свой организм. Так что медитации сейчас просто обязательно, каждый день, не пропускайте. Также еще одна практика, которую, я уверена, все уже давно слышали, но очень мало кто делает, это практика благодарности. Если у вас не получается просто держать это в уме и, допустим, остановиться там или сесть утром и посмотреть, ой, я благодарна этому дню за то, что сегодня прекрасная погода, за то, что я живу в прекрасной квартире, за то, что я здорова, за то, что со мной там любимый человек или родители, все живы, здоровы, все прекрасно, отличное настроение, много свободного времени, которое я смогу провести с пользой, я за это все благодарен. Супер! Если у вас вдруг не получается почему-то это проговорить и вам кажется это как-то странным, возьмите красивенький блокнотик свой любимый и начните в нем записывать. Я благодарна этому дню за то, 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 то. В течение дня очень просто, я думаю, это делать. Вы садитесь и вспоминайте все, за что вы благодарны, то, что вот произошло в этот день и посмотрите, насколько вам станет классно, потому что мы часто делаем много всего хорошего и кто-то нам делает что-то хорошее, но мы как-то об этом не задумываемся. Но когда мы начинаем перечислять и даже записывать, мы смотрим, ого, ну реально классно, какой замечательный день был. У нас сразу поднимается настроение. Так что благодарность, ребята, обязательно. Будьте благодарными за все, что происходит с нами в этой жизни. Далее еще один этап, тоже из магии утра. Это аффирмации, думаю, вы тоже знаете, это положительные установки. Сидите вот и настраивайте себя на хорошее настроение, на хороший лад. Опять же, в этой напряженной ситуации, когда все бегают вокруг и кричат, какой кошмар, караул, как все плохо, вы сядьте себе дома и скажите, как же все хорошо? У меня все хорошо, все прекрасно, я здорова. Ну, в общем, перечислите все, что вы хотите, что вам нравится и обязательно в настоящем времени. То есть, если вы хотите там похудеть, стать здоровыми, успешными, чего-то там добиться, вы говорите, я здорова, я богата, я любима, я там тра-та-та-та-та-та-та, я такая или я такой и перечисляйте все, что вы хотите, но уже в настоящем времени будто у вас это есть. Потратьте это время, ну, посмотрите, сила мысли работает, я в этом уверена и вы даже не заметите, как вы притянете это в свою жизнь. Также очень классная, всем известная практика это визуализация. Опять же, вы сидите и представляете все, о чем вы мечтаете. Вы представляете себе там фигуру своей мечты, машину мечты, либо вы закрываете глаза и просто представляете, если у вас хорошее воображение, если не очень хорошее, вы берете картинку и смотрите на эту машину там в течение пяти минут, уже представляете, как вы на ней едете, только конкретно, конкретной марки, конкретного цвета, которого вы хотите, все должно быть очень четко. В общем, сидите себе, пока у вас есть время и визуализируйте. И посмотрите, может быть, за три недели что-нибудь появится у вас. После этого я обычно читаю, просто я уже привыкла делать все эти ритуалы подряд. Вы, если хотите, делайте это и в течение дня. В принципе, не важно, когда вы это делаете, главное не пропускать и желательно читать минимум 20 минут в день. В идеале, конечно, хотя бы полчаса, час вообще супер. Сейчас очень много времени. Я уверена, что на карантине многие нашли очень много всяких заброшенных книг, начатых, недочитанных на полках. Поэтому сейчас вот как раз настало их время. Нужно взять эти книжечки и обязательно дочитать, потому что чтение, вы знаете, мы сейчас не ходим, не гуляем, не общаемся, не работаем. Можно так вообще одуреть и мозг наш атрофируется. Обязательно нельзя этого допустить, поэтому читайте, узнавайте новую информацию, развивайтесь. Выделяйте на это время обязательно каждый день. Я надеюсь, что за это время это тоже войдет в привычку и после карантина вы тоже не будете отмазываться, будете каждый день находить время на чтение. В принципе, на этом обычно заканчивается мое чудесное утро, мои ритуалы, после этого я иду в душ и потом завтракаю. Обязательно нужно завтракать. Я знаю, что все мы раньше куда-то спешили и опаздывали на работу, на лету там где-то что-то хватали, кусочничали, что тоже очень плохо сказывалось на нашем организме. А сейчас самое время вот соблюсти режим. Все говорят, что режим питания это вообще необходимо, желательно питаться в одно время, каждый день. Я признаюсь честно, я тоже не идеально, я вам рассказываю, я сама стремлюсь пока к этому, тоже у меня режим не всегда получается соблюдать. Раньше я вообще практически никогда не завтракала, у меня там первый завтрак тире обед был иногда в час, два дня, чем-то я перед этим просто перехватывала, там кофе пила натощак, в общем, пробила свой организм. Надеюсь, он меня за это простит, сейчас я стараюсь восстановиться и вот стараюсь кушать по времени, хотя бы там в 9-10 часов уже позавтракать. Ну и конечно же, этот завтрак у нас должен быть теперь полезным, потому что у нас есть время взять, приготовить себе полезный и вкусный завтрак. Опять же, очень-очень много рецептов и в инстаграме, и на ютубе, даже у меня в инстаграме есть некоторые рецептики полезных завтраков, так что подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите на мои там овсяно-блинчики, омлетики, авокадо-тосты. Я очень часто, практически каждый день постю в сториз тоже то, что я кушаю, потому что я хочу делиться с вами полезными рецептами и некоторым, кто еще в это не верит, доказывать, что полезная еда может быть очень-очень даже вкусной. еще одна полезная привычка, которую сейчас самое время ввести, если вы этого еще раньше не делали, это планирование. То, что мы сейчас на карантине, это не значит, что все, мы должны беспорядочно что-то делать и просто вот просыпаться и что-то куда-то ходить, с угла в угол, в четырех стенах. Нет, ребят, обязательно все равно все должно быть по плану, по графику, записывайте себе хотя бы как минимум пять каких-то вещей, которые вы должны выполнить в этот день, чтобы максимально продуктивно использовать свое время, потому что, если вы не будете этого делать, то вам как и раньше не хватало времени, так и сейчас не будет его ни на что хватать. Так что планируйте, занимайтесь своим тайм-менеджментом. Эта привычка вам тоже очень сильно поможет в будущем, когда вы выйдете из карантина. Вы сможете грамотно управлять своим временем и все успевать. Так что обязательно планируйте и выполняйте все дела по пунктам. Когда вы зачеркнете все эти как минимум пять пунктов, когда вы все выполните, посмотрите, как вы классно себя почувствуете и какие вы молодцы, что не потратили время зря. Также сейчас замечательное время наконец-то начать учить языки. Раньше не хватало времени, но сейчас пора ввести себе такую привычку хотя бы полчаса в день тратить на изучение языка. Самый распространенный это, конечно, английский, но если вы английский уже знаете, то вы можете начать и французский, итальянский, китайский, еще какой-то язык, который вы давно хотели выучить. Пожалуйста, выделяйте себе время. Очень много онлайн-курсов, занимайтесь с репетитором. Это как раз и занимает где-то около полчаса. Вы там, допустим, в скайпе или где-то созваниваетесь с репетитором, с носителем языка и занимаетесь с ним. Если нет, если вы, допустим, любите смотреть сериалы, то, ребят, пожалуйста, не залипайте на какие-то тупые сериалы, а возьмите и включите себе сериалы на том языке, который вы хотите выучить. Я, допустим, сейчас смотрю сериалы на английском и вообще прекрасно себя чувствую. Тоже у меня раньше не было времени, я давно хотела начать. А сейчас даже, допустим, вы завтракаете, кушаете и за завтраком включаете себе не телек новости негативные и вообще ни в коем случае не кушайте под новости, потому что я вот слушала даже всяких диетологов, они категорически запрещают вообще кушать под какие-то негативные вещи, потому что это очень-очень плохо влияет на нас и пища даже неправильно усваивается. Поэтому найдите какой-то позитивный сериальчик, если у вас не высокий уровень языка. Идеальный вариант, я считаю, это вообще Friends, друзья, все знают этот сериал. Включайте его на английском, субтитрами и наслаждайтесь себе завтраком, проводите время с пользой, изучайте язык. Либо же поставьте себе за правило, тоже введите привычку изучать, я не знаю, там хотя бы 20 новых слов на английском или на каком-то другом языке в день. И за время каникул вы выучите довольно-таки много слов и хорошенько пополните уже свой словарный запас. Так что вот вам еще одна привычка, выделяйте полчаса в день на изучение языка. Еще одна привычка, которую нам всем давно пора вести, и мне в том числе, у меня в последнее время вообще с этим была беда, это класть вещи на свое место. Потому что чаще всего раньше мы спешили, бегом, собирались на работу, все раскидывали, но лично у меня так происходит. Я вроде не неряха, но когда я собиралась, спешу, опаздываю, то у меня какой-то кошмар. Я оделась, потом переоделась, кинула вещи, уже как попала, так вот скомкала, побежала, вечером тоже пришла чем-то занято, не успела убрать, и вот так за пару дней оно уже бывает наваливается, и какая-то беда происходит, потом приходится долго разгребать. Чтобы вам, как и мне, не приходилось каждый раз делать такие генеральные уборки и тратить на это очень много времени, просто введите себе привычку класть вещи на свое место. Сейчас вы не спешите, взяли что-то, аккуратно сложили, положили на место, и тогда у вас не будет вот этого вот захламления, и не придется тратить все свое свободное время на уборки, а вы сможете его потратить на что-то более приятное. Ну, я больше чем уверена, что сейчас у всех у нас уже появится привычка соблюдать правила гигиены. В данной ситуации, я думаю, об этом даже не нужно говорить, но все-таки напомню, что обязательно, обязательно, обязательно соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками. Уверена, что многие это уже делают, но вообще очень жаль, что это начали делать только сейчас, когда пришла вот эпидемия, страшный такой вирус, но у нас действительно что-то такое вот прям серьезное должно было к этому подтолкнуть. Это так странно, потому что раньше тоже было очень-очень много вирусов везде разных, не обязательно коронавирус, и другие вирусы всегда были, есть и будут, но мы почему-то их не боялись, мы руки не мыли, не пшикали, мы ходили везде, все лапали, потом свое лицо, и все было нормально. Но сейчас мы все испугались, надели маски, ходим с антисептиками, моем руки по полчаса, так что они вот и у меня уже все потрескались, прям чуть ли не до крови, но в любом случае это замечательный опыт, это нам урок, я надеюсь, что он останется с нами на всю жизнь, и мы и после карантина будем более аккуратными, будем чаще мыть руки, следить вообще за тем, что мы делаем, пользоваться антисептиками, всегда носить с собой в сумочке, важные салфетки, в общем, станем более осторожными, и будем всегда соблюдать правила своей личной гигиены, и беречь не только себя, но и окружающих. Ну что, ребят, я думаю, на сегодня уже достаточно полезных привычек, но не только на сегодня, на весь карантин, если кто-то из вас вообще этого ничего не делал, то будет даже много, начните хотя бы по чуть-чуть, хотя бы половину внедрять, я очень надеюсь, что вы воспользуетесь моими советами, и внедрите хотя бы часть из этих привычек, которые я сегодня перечислила в свою жизнь, я буду очень благодарна, если вы действительно что-то из этого попробуете, сделаете, напишите мне потом свои отзывы в комментариях, также я безумно надеюсь, что вы будете все это делать, не пропускать, и после вы уже будете делать это все на автомате, вы уже перестанете отмазываться, как раньше, что вам не хватает времени, а вы всегда будете находить время, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя. Спасибо вам всем огромное, ребят, за внимание, за просмотр, я желаю вам всем шикарного дня и настроения, конечно же, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, и будьте здоровы, всех люблю, целую, пока-пока.